всем привет сегодня нас 25 декабря последний лайф созвон в этом году камеры включил если будет со связи проблемы то скажите вот хотел бы просто заранее всех с наступающим у кого-то рождество сергей там рождество когда у вас сегодня так понимаю или вчера я так не пойму разного лица вчера на сегодня 24 на 25 правильно да ну вот значит у кого-то с прошедшим кауц наступающим китайцев с дальним наступающим вот следующий лайф я наверное буду проводить участь через две недели нормально отдохнем по-человечески тогда можно будет поработать сейчас уже такой конечно конец года сложно что-то такой путевой рассказывать думаю проще подытожить итоги всех разные мои итоги принципе я много раз рассказывал если год подытожить это по факту по факту это три аккаунта 40 40 и 80 вот получилось достаточно скромно планировали намного лучше но что есть то есть принципе причин объективных много вывода сделали работать будем исправлять ошибки будем расширяется ассортимент будем только сейчас конкретно оформлял аккаунт очередной вообще забавно конечно аккаунт у меня на украину короче то есть там целая история телефоны украинские надо это так это сяк не так все просто в любом случае то есть пришлось посуетиться так что по результатам принципе рассказал расскажу какие планы по планам мы как бы как все знают занимаемся немножко консультациями занимаемся продажами всем занимаемся занимаемся услугами по любым услугам если кому-то это интересно мы занимаемся абсолютно всеми услугами вот какие только существуют есть моменты например сертификация есть моменты связанные с там хазматами так далее или заморочками амазона мы этим не занимаемся но вот 80 90 процентов мы все делаем даже там сотрудничаем с фотографами там с форвардерами с посредниками в китае огромный шлейф это связано не с тем что мы такие вот хотим на всем заработать получилось так что к нам очень много людей пришло кого-то мы консультировали кого-то кто-то просто предложился то есть за это все что есть на амазоне мы в принципе все дело мы не делаем исключительно бизнес под ключ потому что это полный бред силой кобылы бизнес под ключ по-настоящему это когда вы просто покупаете рабочий аккаунт уже с доходом вот эта проблема надо проверить надо посмотреть историю надо посмотреть доходность надо посмотреть чистоту аккаунта надо посмотреть много много всяких моментов там торговой марки желательно что было если по тем тоже замечательно если юрлицо замечательно где оформлено как оформлено как налоги платить этот бизнес под ключ все остальное это чистый обман все что остальное называют боли завуалировали или что-то в этом отношении говорят это я могу любому в лицо сказать что чистый обман потому что если люди могут делать бизнес под ключ пожалуйста берите деньги в банке кредиты и делайте себе бизнес под ключ это гораздо более выгодно они занимаются этим или из того что сами боятся себе сделать не могут или просто-напросто хотят потренироваться на чужих деньгах но другого вывода нет эти мы тоже не занимаем вот в январе мы принципе прекращаем на данный момент такой массовый коучинг так скажем и планируем сделать несколько форматов я даже не на как это масштабировать что ли если правильно сказать идея 1 идея 1 это создается как я уже много раз говорю реально бизнес сообщества которое будет без без лишних вот этих моментов то есть чтобы собрать максимальное количество качественных продавцов вот у нас вчера был как раз по обучению там созвон реально чем больше людей туда приходит это такой симбиоз сплав грамотных опытных которых своих я не могу сказать друзей партнеров именно как правильно сказать но товарищи точно по оружию и тех людей которых мы проконсультировали получается очень интересный диалог это мы всего этим всем занимаемся год то есть я представляю что будет через два через три года даже через год это будет уже совсем другой уровень и даже наши ученики будут примерно как минимум на том уровне который мы сейчас находимся там я в том числе потому что мы просто всего-навсего многих на год опережали не более того вот и соответственно формата я хотел бы рассказать это предварительно мы в любом случае январе будем подробно рассказывать это формат группа поддержки это с одной стороны группа поддержки это вопрос ответы то есть людей есть постоянно вопросы можно писать бесплатно группах спору нет вообще никого я не закрываю и все любые вопросы ответы пожалуйста но там люди получают денежку они отвечают более качественно и есть конкретность который должна отвечать то есть который отвечает на данный момент группе поддержки буду я один из лимчика и илья илья как тебя фамилию забыл ли ты здесь вот ну ладно неважно то есть это все проверенные бойцы очень грамотные в своей нише в своих там моментах подробно мы как бы уже презентацию делали ее перекидываем там на январь куда дальше вот второй момент мы планируем сделать полноценный курс нормальный как у ребят профессионально то есть не именно индивидуальный коучинг то есть за точно исключительно вопросах без без ограничений вечных таких постоянных вот а больше чтобы было больше качественных видосов то есть чем больше ответов на вопросы ведет видео тем меньше соответственно время свое тратить естественно с личноми о с лично из лично консультациями то есть просто они будут ограничены ну и соответственно естественно дешевле все это будет стоить, я стремлю именно к массовому доступному способу вот этому всего мероприятию, вот, и одновременно, что из группы за 200 долларов, что из группы там за полторы тысячи долларов, что из личного коучинга какого-то, что люди там год или три года назад с нами работали, все остаются вот в этом сообществе, то есть это такой как бы фильтр, ну, другого я фильтра не придумал, потому что если сейчас написать об этом, все, естественно, пойдут, ну, какой смысл? Вот, все-таки надо как-то отфильтровывать людей, те, кто занимается спамом, те, кто, я не знаю, там, мониторит, конкурирует, кто-то рекламируется, чем угодно занимается, но явно не продажами на Амазоне, ни по онлайну, ни по дропу, ни почему. Вот, или второй момент, второй момент, даже люди-специалисты, ну, реально, очень много, но от которых толку нет сообщества, которые просто там троллят, я не знаю, там, издеваются, прикалывают, и так далее. Ну, вот, на самом деле, когда человек видит, вот просто, вот, надо что-то, например, вот я говорю, у меня лучший пример, это плюсовка-минусовка, мне надо заминусовать какие-то товары, мои учеников, или еще что-то срочно, я просто кидаю, и все, и заминусовалось. Вот, я недавно разговаривал с программистами, сказали, что это достаточно накладно и недешево. Вот, то есть они это делать пока, на данный момент, не могут, то есть, в порядок привести нашлись. Я могу просто в течение пяти минут просто скинуть один, два, три вопроса, ну, в смысле отзывов плохих, негативных, которые у меня в топы пробились. А если вы знаете, отзывы, особенно в мобильных устройствах, только те, которые топовые показываются, чаще все верифицированные. Соответственно, если их нет, новые отзывы никто не видит. Вот, то есть это очень удобно, и реально на конверсию хорошо влияет положительное. То есть за этим надо всегда следить. Вот, то есть вот такие мелочи, они складываются доедино, и чем больше людей, тем лучше. И я не боюсь, что там товары узнают, или еще что-то. Меня это мало беспокоит, на самом деле, из той серии, что попробуй повторить. Но с другой стороны, с другой стороны, ну, какой-то должен быть баланс, то есть это не значит, что надо балаган устраивать, и раскидываться вот этими всеми делами. Просто надо иметь в виду, что надо смотреть между выгодно, правильно, выгодно, и невыгодно, неправильно. Ну, потому что все работают по-разному, тут уже деваться некуда. Так, что еще хотел рассказать. Это по планам. Вот, все это постепенно будем выстраивать в такую структуру, делать сайт. Сайт будет для того, чтобы, как некуда, обращаются, а там есть телефон, ну, то есть из этой серии туда закидывают все услуги, чтобы это все было цивилизовано, нормально, понятно, расписано. На данный момент есть таблица инструментов, как бы мы накапливаем все наши знания, контент в такой сжатой форме, и одновременно все, все, все там наши услуги, там и все остальное. Вот, мы будем как бы этим заниматься в следующем году, будем искать копирайтера, кто этим будет заниматься, то есть, ну, много-много всего, то есть, такая мы хотим сделать полноценную площадку в течение следующего года. Насколько это быстро получится, не знаю, потому что, как был приоритет, я думаю, и долго еще будет, это, конечно, собственная личная продажа. Потому что, во-первых, мне это нравится, я это люблю, я всю свою жизнь этим занимался, и чем больше, чем лучше я буду продавать, тем больше я буду знать, тем больше мы можем дать. Вот, потом я забыл сказать, по группе по обучению, в этом году мы запустили два товара всего, в следующем году мы примерно планировали, с февраля запустить вот этот проект по обучению, как и в прошлом году, то в другом формате, и будем сразу выбирать товары, параллельно с ребятами, которые у нас учатся, ну, то есть, по большому счету, те деньги, которые мы заработаем, мы будем вкладывать в товары. Потому что со стороны, со стороны, вот вы ищите, смотрите, думаете, и когда на практическом опыте, то есть, мы каждую неделю созванивались, также голосом общаясь, и показываем, какие у нас результаты, почему сделали так, почему не так, почему с этим товаром поработали, почему вот с этим, вот этот отвалился, вот этот взяли, вот эту нишу, тут торговую марку делаем, тут не делаем, то есть, все-все-все вопросы обжевываем настолько, что там полностью весь кабинет, там, изнутри, снаружи, какие-то есть вопросы, человеку, который со стороны отнаблюдает и делает такой же бизнес параллельно, ну, просто это пошаговая стратегия в 10 раз проще, мне кажется, интереснее. Вот, это вот такие планы, вроде здесь все рассказал, что еще хотел рассказать? По итогам, по итогам, профессионализм однозначно вырос у всех, просто огромное количество людей, кого я знаю, прям значительно, потом результаты значительно выросли, то есть, то, что мы закрывали год назад, это просто никакие рамки не лезло, я помню, люди вот эти про сотни тысяч даже там не замалывались, то есть, там, я не знаю, десятками тысяч торговали уже, то есть, достаточно маленькое количество, сейчас огромное количество дел, у кого за сотню объем продаж, это к тому, что кто сомневается там, кто боится и так далее. Я могу одно сказать, если делать все правильно, на длинной дистанции вы к любому добьете успеха. Большого, маленького, я не могу сказать, но однозначно успех будет, вот, из-за этого надо просто работать аккуратно, грамотно, если вы делаете все неправильно, тогда, да, я, конечно, несложно сказать, но, если вот более-менее, более-менее все затачивает, понимать ситуацию и понимать объективно, причины неуспеха, причины неудачи, все остальное анализирует, то есть, я после первого неудачного товара запустил второй через 11 месяцев, так математически получилось, я первый товар запустил 1 июля, второй товар запустил 1 июня, следующего года, так сложилось, то есть, я очень долго сидел без товаров, очень хотел эти товары, ну, там, то они долго едут, то у нас, там, китайцы неправильно его оформят, он назад едет, ну, всякие проблемы, то китайские, то американские, то наш Новый год, вот, всякие-всякие-всякие проблемы и так далее, но за год произошло такое количество событий, связанных с тем, что, во-первых, если профессиональное сообщество, вот я с кем общался и продолжаю общаться, это, общаться это круто, очень круто, но еще круче товары запускать, то есть, вот мы с кем будем обучать, заниматься, мы будем свои товары еще запускать, это тоже обалденный опыт, потому что, даже общаясь, что ты забываешь, что ты не доделаешь, что ты, когда распределяешь обязанности, начинаешь смотреть, кто так работает, это очень интересно, очень интересно, я жду не дождусь, когда с тем же Денисом Сулинчем запускать будут товары, с другими ребятами, вот, потому что мне это просто, это обмен опытом, это моя стратегия будет еще более рабочая, еще я какие-то для себя вещи, для своих товаров подцеплю, еще буду более успешным в этом направлении, я надеюсь, по крайней мере, вот. Но общение, общение тоже очень важно, без этого вообще никак, вот, потому что еженедельно вот эти созвоны, я планирую, просто мечтаю, чтобы вывести не только на отчет наш, на вопросы, общие вопросы еженедельные, но в первую очередь на обмен информацией, что произошло за неделю. То есть такой жесткий дайджест, когда сотни людей в созвоне, вот, не надо там ничего собирать, люди сами все соберут, вот, сами, 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 что-то почерпнуть, что-то возьмут. Вот, в принципе, все, что хотел сказать, вот, какие, если есть вопросы, готов ответить, желательно голосом, но кому неудобно, пишите тогда в часе, буду читать, как обычно. Я подпаспрашиваю, по-укупу, которая будет по онлайн-арбитражу. Ты говорила, как по рекламе собираешься сделать что-то похожее, или будет ходить реклама куда же? Ну, мы с тобой по рекламе уже 10 раз говорили, ты как разродишься, так, соответственно, будем с тобой думать. Нет, это где? А, то есть это где? Там, смотри, как, на данный момент, на данный момент существует два формата. Один формат, я просто предлагаю, сработает, наберется количество людей, которые, ребята будут, то есть выгодно, грубо говоря, то есть, тратить свое время. Отлично наберется, ну, значит, не судьба, значит, народ не готов, слишком дорого, слишком неинтересный, неинтересен формат. Это я говорю, я вот, и тебе вам сто раз говорил, это из той серии, что как это, Джек Восьмеркин, американец, то есть там он сигары делал, у него не шло ничего, вообще не продавалось, а как махорку начали крутить, поперлся сразу. Вот, просто люди знали, люди знали своего клиента. Да, я не знаю своего клиента, я не знаю что, потому что люди абсолютно разные, мне очень нравится работать, вот вчера у нас сазон, как и классный был, то есть я просто лично всех знаю, лично меня все знают, знают мои недостатки, мои плюсы, мои минусы, то есть весь формат, и у нас такая, именно дружеский, весь смысл-то в этом, то есть у нас сообщество не, как это сказать, я не знаю, не ты мне должен, соответственно, там, ты, значит, сиди там в работе, а в плане того, что именно обмен информации, соответственно, группа по 200 долларов, которые я хотел, это, наверное, 50% фильтр, чтобы войти в какой-то вот этот клуб, который я себе вижу, ну, может быть, я, опять же, там, неправильно это преподношу, там, люди не могут понять, там, за что они должны платить, и так далее, вот, за это мы хотим какую-то услугу дать, в виде вот этих, там, консультаций, помощь, ну, сейчас консультация у многих специалистов, стоит в основном 100 долларов, ну, это две консультации, мне кажется, те люди, которые ценят свое время, и ценят знания, общение, и так далее, они это ценят. Самое главное, самое главное, все-таки, то есть, это, в первую очередь, для таких продавцов, не супер профессиональных, для остальных, это вот общее сообщество, которое мы будем объединять в общем, то есть, те, которые, вот у нас там, в чате 150 человек есть, из них там живых, на них человек 8,5, вот, а, хочу, хочу его расширить, там, до 1000, например, то есть, ну, если, есть такая мечта, там будет до 10 тысяч, то есть, тех людей, которые по факту работают, которые реально работают сейчас, конкретно, и от которых есть выклад, которые могут дать информацию, вот, это вот 200-200 долларовый этап, то есть, это люди, которым нужны, постоянно есть вопросы, ответы, это не важно, которые курсы проходят, которые уже профессиональные продавцы, ну, которым нужны консультации, потому что, Денис, я думаю, перестанет консультировать, то есть, и многие, потому что будем концентрироваться на этом, если, конечно, это сработает, если нет, ну, хотят люди лично консультацию получить, то да, вопрос не, а, основной, основной проект, это, естественно, мы переформатируем, в момент обучения, просто, массовый формат, для этого надо сделать контент, для этого надо сделать структурированную, подачу информации, естественно, в нашем стиле, плюс, обязательно, у нас будет, как было, так и останется, единый, единый тариф, то есть, это будет, доступ к телу, так скажем, то есть, к любым тем, людям, которые этим будут заниматься, то есть, на данный момент мы втроем, я, Денис и Женя, вот, то есть, можно созвониться, определиться, просто, единственное, в компактном виде, так сказать, вот, все то же самое, все то же самое, сообщество, общение, все дела, дополнительно, дополнительно, там, в этом обучении, естественно, будет все, и PPC в том числе, то есть, абсолютно весь, весь комплекс, от выбора товара, которым мы даем таблицу, и не надо там лазить по Амазону, убивать целый месяц свой, а за два, за три дня, можно, посмотрев видосы, отобрав товаров, куча, лично, соответственно, и еще, опять же, не отправлять куда-то, кто-то там что-то решает, а именно брать, передавать технологии, чтобы было понимание, концепции, как вообще все это выбирается, как, почему и зачем, лично, каждый вот этот товар, перебираем, смотрим, общаемся, все, и, соответственно, три месяца, как обычно, то есть, три месяца практически, у тебя этот, выпадает в унитаз, но ты реально работаешь, то есть, там, все это гораздо быстрее, я не знаю, в разы там все происходит, и, соответственно, мы доводим человека, конкретно, до продаж, если он, конечно, не халтурит, работает, работа делает, то есть, мы не заканчиваем обучение, на моменте приезда товара на Амазон, а именно, занимаемся продажами на Амазоне, самое важное, это продажи, настроить продажи на Амазоне, даже если товар не зайдет, это обычная история, ничего из такого нет, у меня есть товары, которые не зашли, я сейчас вливаю еще больше денег, и делаю рестарт, потому что я знаю, товар хороший, я его запустил, с огрехами, ошибся здесь, ошибся там, конкретно с этими товарами, у меня обменялись под категорию, категория, то, что заранее, я не подготовил аккаунт новый, у меня на старом аккаунте, я мог этим товаром торговать, а на том не мог, у меня категории были закрыты, и я там вовремя это не сделал, скалпурил, так сказать, вот, и потом за это поплатил, и вот сейчас придется мне соответственно все это делать, вот, так что моментов таких, море, запуск товара, это самое важное, как бы там ни было, потому что выбор товара, он влияет только на точку старта, можно с обалденным товаром, его просрать, как делать начало, и с обычным посредственным товаром, который вообще в голову даже не возьмешь, зацепиться и нормально торговать, вот и все, то есть, тут такая, все хорошо в совокупности, просто хороший товар, его и запускать приятно и легче, и заработок гораздо больше, вот, по поводу, что касается специализированных, специализированных услуг, профессиональных, то есть, предположим, твоя тематика, это профессиональное обучение, там, PPC, грубо говоря, своим огромным опытом, с использованием программы, все остальное, есть ребята непосредственно, которые занимаются веществом PPC, почему не предложить альтернативный продукт, вот, с твоей подачей, с этим делом, это будет отдельный курс, отдельно, это видеоинтенсиво будем продать, еще, мы выстраивать будем обычный, нормальный, правильный инфобизнес, который, то есть, есть Амазон, и вокруг него будут качественные продукты, за которые я лично буду отвечать, которыми я лично занимался, как так и буду заниматься, я вот, лайвая эти веду год, я не знаю, пропустил я, наверное, спиток максимум, каждый, каждый понедельник, четверг, понедельник, четверг, так вот и работаем, да, есть косяки всякие, не от нас зависящие, от Амазона, от всех этих моментов, это надо понимать, и с не верифайлдзами проблемы, и с верифайлдзами проблемы, и с банами, и с патентами, с торговыми марками, сейчас вот у меня, один ученик, таможне прошло мы начали делается запуск и говоря чуть алисин пропал он активно и говорит зайди выбей выбей инверторе нет и он позвонил сказали а с 15 числа с 15 декабря этого года amazon задним ну принял решение что надо теперь найти детские товары и в действитель ответы это 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 все даже таможне прошел они не в курсе об этом вот то есть и планируем соответственно делать крупный сайт серьезно продвигать его внешне проекты все остальное как и все остальные и одновременно одновременно прикреплять дополнительными на какими-то проектами которые будут или на аутсорсе то есть кто-то это будет делать или непосредственно мы будем делать или наша команда это будет то есть ну вот к этому двигаться вот то есть планы такие из-за этого я говорю любой 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 проект можно делать без нас можно с нами карты принимает для себя личное решение еще не сергей опрос не нет там там маленький кусочек прям то есть там мы просто будем запускать петель си и все то есть там никто не будет например сидеть и выстраивать какую-то огромную стратегию то есть будет рассказ о пи-пи-си там принципе мы как искать для запуска используем пи-пи-си в любом случае будем говорить о минусы плюсы как не себе это видим вот так что на пи-пи-си он неотъемлемая часть запуска любого товара просто насколько насколько на него пор делать там кто-то на нем там живет для меня пи-пи-си это набор статистики для чего почему я сейчас не перепрыгну потому что у меня возникли проблемы с объемом запуска товаров что я начинаю задыхаться просто мне не хватает трафик и за это я трафик пытаюсь увеличить внутренней на данный момент потенциал я вижу пи-пи-си второй потенциал я вижу это типа купонных испансий тип через фейсбук-группы через всякие сервисы вера линии зонбласты и так далее принципе мы планируем сами такой же сервис запустить никаких особых проблем нет январе когда лай будем проводить там объяснить что для этого надо вот так что общими усилиями спокойно можем но не спокойно но можем сделать аналоги и с этим работать вот так что не вижу никаких проблем внешний трафик это все остальное такая тема обширная за всю историю не видел ни одного человека он хорошо зашел вот на днях мне показали люди которые внешний трафик не занимается как человек вообще не напрягаясь торгуют вообще все продажами через instagram отзывы набирает спокойно через instagram с людьми общаясь через instagram они не покупают товары вот то есть он вообще не вкладывал ни копейки в продвижение как мне сказали на могу то есть только продает товары на инстаграме все amazon является как бы кошельком и складом все то есть вот этот вариант этот вариант продажи мне кажется это очень круто и мне очень нравится очень интересно потому что про сайты прошу тифа и про там обычные сайты виде там wordpress и так далее часто люди очень много три звонят языком чешу только реальных кейсов четко не видать такого реального чтобы по работе хотя бы работать можно везде сайт сайтом сайт ничего не стоит стоит только трафик вот трафика надо работать и это много всяких моментов еще что угол нет это ноутбук так греется кулера работают видимо а так был неплохо так у меня же это самый в этом а я сейчас подцеплю сейчас подцеплю программу майамид хорошо да но кстати вот тоже самое нет такого нет такого то есть вот сколько я не думал над тем что освобожусь пока свободно времени не прибавилось не на йоту и сидеть ничего не делать это наверно не та история я не знаю как можно сидеть тут сидишь смотришь продажи свои смотришь бах не 200 продаж там и там 100 продаж должно было тех 30 заходишь оказывается вообще не ты торгуешь на своем бессинге и все как бы там солдбай какой-то дядя вася и ты начинаешь суетиться работать там вот я уже или там ситуация меняется на амазоне на настолько быстро что вот несколько недель назад делали лайвы о том что торговые марки их забанит легко а сейчас сложно забанить то есть это вот произошло там течение одной недели меняется все очень быстро из-за этого даже пройдя обучение пройдя обучение пройдя любые тренинги все что угодно надо быть форме постоянно и даже если ты сталкиваешься своим товаром с десятками чужих товаров страны информации не хватает надо черпать информацию с внешних источников чем больше мы общаемся тем больше информации только вот это все другого нет я периодически удивляюсь над людьми которые я их вообще ни разу не видел я не знаю вообще они там мультики смотрят там чем они занимаются потому что сейчас если зайти в youtube реально по обучению там мне кажется все каналы по обучению чек вот и я не понимаю как это все происходит потому что я их вообще ни разу не видно нигде может быть они каким-то никами конечно здесь выступают другими но не общались не разговаривали ну как странно очень странно так тут вопрос пошли подключать пожалуйста взлом я понимаю камерами это микрофон то есть так ранжирование в листе выдачи определяет висера в чем тогда смысл борьбы за увеличение конверсии спасибо так понял вопрос старый тот вопрос по поводу конверсии конверсия это одно конверсия вас показали и клацнули соотношение показов к классным так называемый CTR вот эта конверсия конверсия на конверсию влияет фотографии цены количество отзывов и стоимость клика в нормальных там по крайней миг гугле в яндексе чем выше CTR тем ниже цена за клик но вот сергей он крупный специалист по PPC говорит что не влияет на амазоне нет прямой зависимости второй момент БСР что такое БСР на самом деле БСР это просто вы прибежали номер один или номер два в категории то есть вы можете свою подкатегорию как сейчас я бестселлер у меня там не знаю там три тысячи бестселлерам я в категории здоровья три тысячи предположим все то есть какая связь БСР БСР это просто пост-фактум вам показывает ваше место в этой категории по продажам первый может продавать в декабре десять тысяч штук в день а но не десять конечно тысячу штук в день например номер один продает а летом этот же в этой категории номер один будет продавать не тысячу на 500 а может еще 500 вот принципе все из-за этого ранжирование в листе никак не влияет ни конверсия не БСР вот это как искать такие показатели которые вокруг если у вас БСР например тысяча до тысячи то вы офигенно продаете в любой категории ну конечно там есть более слабенький арт там я не знаю там туз там и так далее там конечно поскромнее продажа то есть мы туда заходили там ну есть продажи да неплохие но не великие но не как в спорте или в хомантичу например или там в электронике вот но две тысячи это вы классный продавец просто очень хороший до двух тысяч до трех тысяч у вас хороший продаж выше трех тысяч ну когда как продажи то есть может быть некоторых категорий вообще практически нет продаж ну или слабенький совсем ну там 5 10 15 а в некоторых категориях вот у меня бывало в здоровье БСР 15-25 тысяч это 15-20 штук день продавал ну то есть это какой-то подъем жесткий дом вот всегда по-разному такой закономерности нет по поводу на что влияет ранжирование но ранжирование влияет на там на на эту выдачу так называемая я даже не знаю как сказать что на что влияет ранжирование гипотетически если мы все правильно делаем если мы рассматриваем например там какие-то позиции по определенным ключам наверно с этих ключей идут какие-то определенные продажи если мы определенный срок период делаем больше продаж мы начинаем выше ранжироваться или какие-то по плюс какие-то полезные действия помимо помимо самих продаж вот потому что amazon это не прямая пропорциональность там есть продажи не правда это совокупность если у вас бср один это значит вы продали больше всех все правильно бср один конкретной категории то есть я продал в конкретной категории больше все волги партман там есть свои лидеры каким-то амазоновские товары там зайдите вам бср департментом все ясно и понятно феликс привет спасибо тебе ребят спасибо вам за то что вы делаете без вас никуда очень крутой проект сделали нужно идти спать у меня уже поздно всех наступающим тебе феликс тоже вот был очень приятно спасибо что прошлом вебинаре 21 декабря говорит что есть возможность вашей помощью запуске товара за процент и более товара вы берете вы работали только интересный для вас конечно только интересно для нас есть огромное количество товаров но просто там никто не поможет сами памяти давайте сделаем пример я могу сказать пример как все считается мы не будем ну во первых есть маленький товар на остатки там и так далее так далее то есть одно дело у вас 10000 штук 10000 штук например и вы продаете по 20 долларов вам соответственно amazon там конечно не только совсем затратный придет 20 умножить на 10 то есть а получается у вас там придет 200 тысяч долларов и с них соответственно зарабатывать там 10 процентов 20 тысяч долларов а другое дело человек придет как он ко мне многие приходят на продвижение там назад вперед запуск товара 387 штук товар говорит но здесь товаров шесть тысяч зарыто я говорю но шесть тысяч в чем но он там товар по 20 там 5 долларов а гора себе стоимость какая ну себе стоимость 4 я говорю ну вот давай начнем с того что 4 умножь на мы имеем 4 за доставку естественно умножь на 308 700 получается 1600 долларов ну предположим вот давайте посчитаем если это утилизировать и забыть и двигаться дальше сколько будет стоить там утилизация не помню там 15 долларов стоит а предположим у нас ты сейчас заплатишь мне по еще долларов за продвижение часа релиз там 200 долларов ада чтобы тебе осин поменяли сделаешь соответственно не верифай сделаешь сделаешь верифай и вот эти все моменты говорю получишь по деньгам уже там полторы две тысячи убытков прям сразу прям на старте да мы можем продать у тебя товар на 6000 не забудь что еще фиат дашь у тебя на 4000 не получается ты максимум 4000 заработаешь отдашь соответственно нам 2 ну там тысячи пускай 700 ну это не нам а там на продвижение все эти моменты и не факт что ты еще на все на 4 продаж то есть что у тебя гарантированно останется у тебя гарантированно останется технология тебя гарантированно останется сообщество к которому мы к я как бы стремлюсь его построить ну все продажи снова товар не факт очень многие люди как ни странно как ни странно мы продаем не всегда удачно и многие потом продлевают и запускают с нами другие товары значит начать делаем правильно люди оценивают это и понимает что все это рабочие если бы сделал все это самого начала наверно ну я не знаю я может быть еще раз говорю могу ошибаться но есть такие нюансы есть такие мысли вот именно связаны с тем что сам сам процесс вот этого помощи при плохих товарах такой но далеко не вся то есть некоторым мы отдаем все что знаем все что можем но этого не хватает это не хватает и в пи пи си это не хватает и в раздачах это не хватает и в купонах это не хватает внешнем трафике вот потому что просто бывает не хватает денег и бывает товара мало это не бизнес это не разговор но ошиблись до посмотреть с этим товаром можно сделать опустить цену самый дешевый способ у меня был за всю историю пример один человек был сто пятьдесят тысяч по бестселлерам его по главному ключу подняли на самый верх по этому ключу насколько я помню это был вайн опенер вот его подняли предварительно у него было отличное фото нормальный листинг абсолютно и у него была цена на 4 бакса дешевле чем у бестселлера абсолютно такой же товар у него там звезды вот так обычно там штук 30 там не больше и он нормально все распроду вообще все вот это самый дешевый способ слить свой товар не надо никому не коучеров ничего то есть если не задачи но вы можете просто потерять деньги и вот этот вывод ключа он то работает то нет то есть этот человек он не давал денег вам платить 3 лишь 3 по-моему раза я на их возвращал потому что я только объявил что все работает все норма мне дают денежку блин не можем возвращая и так вот по-моему два или три или четыре раза и в конечном итоге вот один раз вывели он продался другому товарищу вывел не зашло опять же по объективным причинам на первой странице он вышел с премиальным товаром на первом он круче этот товар он лучший товар на первой странице все торговали по 30 долларов а у него по 60 вот у него он не зашел то есть нет спроса на такой продукции на этом по этому ключу так же как ппс на многие обращают внимание что у огромного количества самых главных ключей непосредственно ваше название то есть просто вот там не на канал по на вы вышли пока на панеру или ппс платье у вас там убытки а какой-нибудь зеленый канал порно с резиновой ручкой нормально вам дает там продаж там раз в неделю стабильно там с окосом 20 процентов а какой-нибудь там с черной ручкой там с резиновой ручкой там или еще что-нибудь дает вам 10 продаж в неделю или в месяц то есть все так так чё тут еще такие вопросы вы все правильно говорите но в чем тогда смысл борьбы за повышение кам не компрессия камеры с наверно виде рожили он происходит по бесса генерал вообще бы сар никакого мчера бессар вообще никакого отношения ни к чему не имеет это то же самое это бы саром просто показать ваше место и все то есть вот вы сегодня продадите 100 штук через купоны через раздачи через ппс неважно через что один раз случайно просто сделать искусственный заход например один два три дня вы бессары сделайте там например 100 ваш товар даже может подняться но если он не зацепится он у вас также улетит в никуда бессар просто покажет что вы сейчас на данный момент вас бессар там 500 или 1000 все на следующий день у вас бессар по моему меняется по он там раз в два часа что ли ведь что-то в этом роде не знаю вот и он у вас просто будет падать 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 точнее расти и все вот ваш бессар бессар ни на что не влияет он просто вам констатирует ситуацию больше бы сами не надо ничего писать по поводу конверсия 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 дает нам точнее дает не нам дает сигнал амазона что товар него заходят и покупают и amazon его поднимает из-за этого то есть это один из показателей таких положительных как искать вещь но положительные действия оказывает на ваш листик но опять на бусте на старте это одно на потом это другой совсем то есть там через месяц через два вы конверсии поднимает и опять же для вас это тоже сигнал если вам по ппс и заходит на товар у вас конверсии там я не знаю три процента вы должны купить я вообще явно у вас что-то неправильно то есть заходит и нету вас показывает и не покупает вот но явно значит вам надо что-то делать фотографиями с ценами и с отзывами то есть чем у вас вот у вас будет 10 отзыв 100 и 1000 конверсия при тысячи отзывов при равных прочих рейтинге при одинаково будет значительно выше значительно вот чем например при 10 или при 100 вот вчера пример как раз делали о том что в нишах в определенных бывает не только звезд влияет количество но и даже цена ну то есть рейтинг там 4 4 с половиной уже в два раза меньше продать ниша зависит от многих показателей пакет за 200 ходят исключительно вопрос ответа в писанном режиме в закрытой группе плюс плюс ход как бы в сообщество на бесконечное время если вы там что-то не будете какого-то беспредела творить но такой очень раз не бой за это я так на всякий случай все то есть у вас есть вопрос вот такого плана вам соответственно не только я буду отвечать истинном виде но еще один из сулинчик будет отличается и илья вот как раз илюха здесь пишет илья и пв не помню фамилию вот он не подсказывает как раз виде надо отключить час отключу видео чтобы лучше было связь все-таки интернет не тянет значит вот так что при трех человек достаточно если не будет хватает людей у нас на запасе еще же не есть вот который у меня в проекте по обучению то есть мы как бы четвером двигаемся вот меня принцем ног друзей но мои все друзья это продавцы на амазоне они люди которые рассказывают оба об амазоне вот у них просто на это время нет на данный момент я могу сказать одно по крайней мере те люди с которыми я все организовываю просто у них еще недостаточно собственных денег недостаточно собственного там капитала я не знаю и так далее есть свои планы вот то есть они пока пока имеет возможность этим заниматься то есть если я вот год мог убить на вот этот коучинг вот следующий год я надеюсь этого я не буду делать то есть я уже многие вещи скинул себя то есть постоянно вот это все скидок потому что все постепенно развиваемся многие уже нас были вот у нас качат был как раз мы после минска как раз так понимаю он там развалился плане созвона и я хочу его повторить хочу чтобы он был постоянный единственно там был по утрам не это нравилось время может быть буду думать над этим как-то посмотрим не знаю вот утреннее время как-то свежая голова очень хорошо индивидуальное сопровождение это отдельная история вообще то есть на данный момент в мы принципе его в декабре планируем закончить пока с этим то есть форматом и сконцентрироваться на вот этом курсе полноценном там тоже будет там не будет личного сопровождения там будет очень много очень много качественного видео который будет закрывает самый самый последний то есть что мы считаем нужно то есть что будет на сто процентов достаточно а все что остальное все вопросы это личные созвоны то есть это будет общий скачат как обычно такой же при этом же формате только в группе то есть на общие вопросы будем естественно все отвечать чтобы не повторяться 10 раз и второй момент это именно по конкретным вашим товаром это уже индивидуально это отдельно созваниваться соответственно и общаться потому что мы делаем только это в реальном времени в онлайне нам не надо на почту отправлять мы говорите это хорошо вот это плохо а вот это средняя то есть здесь первую очередь вы должны понять технологию как это выбирается какими программами какой последовательностью что хорошо что плохо плюс плюс собственный опыт то есть если я с этим товаром работал однажды многократно если скажу да нет почему нет почему до такой период времени ну то есть все вот эти вот моменты именно передачи опыта помимо всего прочего как я не хочу пройти тебе обучение под подбор товар такой формат я даже не знаю если честно формат формат выбора товара у нас такого как бы не было вот мы хотим вот полнат но я не знаю в любом случае позвоните почему я просто не знаю даже на данный момент нас было вот декабрь мы закрываем у нас было два формата нас занимают там на четыре месяца нас занимает на месяц назад то есть люди приходят с товарами люди чаще всего те кто прошел какое-то обучение приходит им просто говорят нам надо теперь запустить товар то есть мы выбрали товар хороший плохой не имеет значения то есть давайте просто нам поможете с мы занимаемся запусками товара по поводу европейских площадок блин я не знаю у меня был в прошлом году план я очень хотел в европу зайти вот но и самое что интересное у меня есть партнер в европе с которым у нас товары вот но не как куда европы не дойдем лишним балаки то в бухгалтерии свадами со всеми этими моментами с фирмами она отнимает времени а реально вот я просто говорю сейчас так зашиваемся и столько проектов именно связанных с простыми продажами на амазоне ничем более то есть у нас есть вот у меня есть два направления это сервис услуги которые мы постоянно развиваем что-то умирает что-то добавляет зачем это могу сказать я занимаюсь вот этими всеми услугами для того чтобы у меня был ресурс запускать свои товары я всех до одного знаю вот этих людей которые это все делают ну я нескольких кого я знаю вот они мне в этом отношении помогают то есть я в первую очередь свой корыстный интерес веду плане чтобы все знать чтобы иметь максимума на то есть это не получилось следующий это не включил следующий также естественно с тем для работы то же самое то есть это не получилось мы это делаем это были запасные варианты вот они постоянно что-то уходит что-то новое приходит то есть постоянно что-то меняется по поводу да по поводу 200 нет пока не надо по по 200 пишите мне потому что я наверное отдельного человека посажу на это то есть потому что ну реально мы зашиваемся просто то есть очень много как это сказать не не много волатильности вот это то есть очень много 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 работы вот не знаю я мы еще пока не думали в любом случае пока мне напишите я сейчас таком полу отпуске все равно у нас сейчас декабрь пол января то есть такое мы сейчас просто надеюсь будем писать активные видосы подготавливать курс чтобы максимально самой самой свежей информации было чтобы год начать с чего-то потому что начало февраля самый кайф запускать заново все вот эту шарманку потому что феврале мы как раз пока видосы посмотрели пока вопросы по задавали пока въехали в технологии мы дадим естественно все видосы которые мы накопили за этот год дадим им старые видосы как мы товары запускали старый будем запускать новый то есть как раз там февраль к там двадцатых числа закончится китай и на полный старт то человек уже заряженный уже все понимающий уже куча товаров то что мы делаем мы выбираем товар таким образом что мы начальном этапе откидываем товары на который не надо время тратить китай и потом в китае отбираем товары которые с хорошей маржой и потом уже принимаем решение сколько у нас денег сколько мы готовы рисковать ну то есть общий капитал мы все элементарные вещи вот все это рассчитан принимаем решение запускаем так дальше какой бюджет желательно старт нам азон это очень очень такой вопрос непонятно могу сделать несколько примеров если база если база если откинуть любые консультации там я не знаю то есть вот эти все вещи 5-10 тысяч хватит по любому но но я честно сказать у меня есть товары да вот сейчас товар я запускаю сейчас у меня стратегия запуска маленького количества то есть я запускает больше вообще не буду запускать в одной нише сразу много товара например нашел нишу там прям вот сразу три товара надо запускать прям вот сразу я не запускаю их я запущу один зацеплю за него но обязательно призу большом количестве то есть я сейчас везу себя товар 2 это самый самый супер минимум желательно 3 тысячи то есть если товар по деньгам там недорогой вот пример вот этот товар у меня будет стоить с доставкой Я планирую полтора бакса. Ну, два. То есть, ну вот, прикиньте, даже вот при моем жестком старте два доллара, шесть тысяч долларов всего. Соответственно, можно их до четырех уронить. Почему так делают? Потому что мои аутовстоки мне гораздо дороже стоят, чем любой мой провал. Просто реально. Если бы я хотя бы один из аутовстоков так же зацепил. Вот. То есть у меня сейчас самый лучший мой товар это тот товар, который у меня не вылетел в аутовсток. И то я его поддушил жестко. То есть я его там неделю выкруживал, вымучивал. И торговал дороже, чем бестселлер. На три бакса, что ли. Вот. То есть вот так. Из-за этого я запускаю таким образом. Вот, в принципе, математика. Две тысячи это норм. В принципе, если ваш производитель производит две недели, если доставка, если обычный сезон, то есть в течение месяца рассчитываем на пятьдесят продаж, тридцать на пятьдесят полторы тысячи, пятьсот в запасе. То есть, ну, более-менее, более-менее. Ну, бывает и сто пятьдесят продаж, на самом деле. Бывает и ноль, наверное. Вот. Но бывает и сто пятьдесят продаж. И трех тысяч, и одно место в мыле, и в любом случае ты дергаешься, и прыгаешь там, и крутишься как можешь. Но с двумя стрима работать можно. Потому что мы очень много денег тратим на продвижение, на запуск. Ну, как очень много. Просто тратим деньги, и получается аутосток, то опять заново все это, опять заново, опять все заново. Есть ли достоверная информация, сколько длится первоначальный буст от Amazon? Нет такой информации, конечно. Да никто не знает. Я могу примеров массу назвать буст, буст, аутсток, аутовсток. У меня сейчас на глазах просто забаненный конкурент. Его убили, он две недели валялся, там, я не знаю, упал там я не знаю, там, в 10-20 тысяч бестселя ранка его подцепил какой-то дропшиппер им торгует и он за неделю у меня обратно вернул свои позиции. Он вообще не рекламирует, не вкладывает, ничего не делает. Так что насколько ты мощь, насколько твоя сильна, плюс параллельно, конечно, меня убивают вот эти дропшипперы, с которыми никак мы победить не можем. Так что буст, две-три недели, вот Илья пишет. Вот Илья как раз пишет, что это самое. Все зависит от товара. То есть все зависит от товара, да. То есть если две-три тысячи умножаю. Ну вот, но еще зависит помимо товара. Если вы море везете, геморрой. Если производитель долго делает, геморрой. Если еще какие-то моменты. То есть все это закладывается. Ну и если производитель, который за неделю все делаю, все нормально. Да, пять-десять. Ну это я и говорю, раньше на три тысячи реально можно запустить. Можно. Вообще не вопрос. Ну будет, но сложно. Сложно, сложно, сложно. Можно это вероятность успешных запусков. То есть вы постоянно, например, должны привезти 500 штук, там, я не знаю, там, тысячу единиц. Вот. Классно запустить. У вас вылетит в аутовсток. Вы, например, капитал свой удвоите. Еще раз. Опять удваиваете. И вот таким окормите. Но это сколько сил, нерв и таких вот вещей. Ну, как бы не было. Зато тремя тысячи. Так что все от капитала зависит. Просто у всех по-разному. Так, значит, лучше начать с FBM или FBM. FBA или FBM. Я работаю с FBA. С FBM не работаю. Из-за этого лучше или хуже. Кому как нравится. Если вы в Америке живете. Может, с FBM лучше начать. Я даже не знаю. То есть даже голос себе не забивал. Столько всяких вот... Когда ты торгуешь, например, 10-20, что у тебя одни и проблемы. И знания. Когда ты торгуешь 50-100, другие. Когда ты становишься бестселлером средней категории, у тебя третья проблема. Там, супер категория. У тебя четвертая проблема. То есть, когда ты становишься торговой маркой, у тебя пятая проблема. Когда ты начинаешь там что-то еще делал. У тебя там другие проблемы. Постоянно какие-то идут изменения, там, нюансы и так далее. Вот. Из-за этого FBA и FBM то же самое, что Америка и Европа. Да какая это вкусовщина. Все одно и то же. Просто в Европе другие, например, эти, как это называется, программы немножко. В Европе там некоторые нюансы другие. В Европе обзорщики, там, люди, там, надо набирать, там, команды и так далее. То есть, по выкупам я затрудняюсь, что сказать. Из-за этого на Европу я ничего не могу сказать. Это все надо организовывать, смотреть. У меня с Европы учеников немного. Из них, наверное, две трети все равно в Америке продают. Вот так. На сколько дней назад запустил? Несколько дней назад запустил товар. Олег пишет. Амазон дал. Оставит только один и верифайт. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать. Но с не верифаем. Сейчас у меня помощница Аня занимается как раз. по всем услугам к ней. Она, может, что-то подскажет. Она с ребятами сейчас контактирует. Я просто реже стал этим заниматься. Реально не справляюсь. Просто я после Минска, после Минска, я помню, пока я ехал, у меня было просто десятки, десятки сообщений. Я реально понимал, что я не то, что там теряю доход, или еще просто сервис падает, так работать нельзя. Вот. Я вот думал, как это все сделать, постепенно ей все передал, чтобы бардака не было. Вот. И та ситуация, которая идет с не верифаем, реально полно сложностей. Полно сложностей. И то их удаляют, то не удаляют. То есть, если мы работали там с Владимиром там практически целый год, проблемы начались, когда у нас? В октябре или в сентябре, я не помню. Вот. Вот начались проблемы. До этого проблем не было. Просто не было. Начались они, вот я не помню, то ли в август, то ли в сентябре. Все. После этого заказ на не верифай уменьшился раз в 10. Работа по не верифаям усложнилась с гарантией. Я сто раз людям пишу одно, меня спрашивают другое, мы делаем третье. И все равно, и все равно есть с этим проблемы, то есть с написанием этих отзывов, потому что есть люди, которые все равно требуют, то есть там по 5-6 раз издавали уже, но в любом случае хочется еще. Вот. То есть, ну, что могли, то сделали. По большому счету, я отправляю разработчикам, кто там, кто это все делает, они смотрят, проверяют, кому-то делают, кому-то нет. Я просто передаю, потому что я уже запутался, поскольку мы уже раз это делали, но это просто, конечно, коллапс. Вот. Из-за этого все услуги имеют срок давности. Все на Амазоне меняется. И в любом случае, для меня лично, те же не верифай, они как были основным инструментом, они также остались. А как их делал, так и буду делать. Просто буду делать аккуратней. У разных людей, там, вот у нас есть сейчас на данный момент, кто это делает, как и раньше, вот, в разных исполнениях все это делаем и смотрим. Потому что без них быстро стартанет невозможно. ну как, вот я хочу на 3-4 день запускать уже PPC. Как без отзывов? Никак. Да, есть вариант склейка, но кому что нравится. Мне склейка на старте, именно вот первые две недели я не делаю, потому что я считаю, все равно это же делалось за счет вариаций, вариаций, хоть там разные осины, вот, но в любом случае у меня есть негативный опыт. Я не знаю, я может быть ошибаюсь. Буду разный способ пробовать. Сейчас мы на данный момент запускаем несколько товаров такой стратегии. То есть я пробую все стратегии. То есть я за свои деньги, за свои деньги пробую все эти стратегии и потом рассказываю. Вот. Не факт, что они зайдут, но я не делаю один товар, я делаю много товаров. То есть много аккаунтов, много экспериментов. Из-за этого есть как бы там два и более положительных результатов или отрицательных будет мнение. Из-за этого сейчас будем тестировать старт с клейками с самого начала. Посмотрим. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Но я в любом случае, то есть стандартные свои запуски делаю это как бы верифай, верифай. Единственное, PPC раньше запускаю. Стратегию выстраиваю, потому что в любом случае я не хочу делать упор на PPC, ни в коем случае. А хочу просто увеличить буст и набрать статистики больше. То есть у меня как бы есть свои стратегии, я смотрю на любой товар, хотя бы в ракурсе 3-6 месяцев. Дальше. Кто голосом, там вы тоже спрашиваете, пожалуйста. так по поводу что там вот пишет там хочу пройти обучением там за 200 долларов и так далее. Про 200 долларов мы втроем будем в январе рассказывать. Вот как это будет я напишу анонс, зададите непосредственно ребятам, они расскажут свое мнение как это все будет потому что на данный момент это надо все притереться, посмотреть. Вот если мы людей не наберем, ну не наберем дальше. Будем как работали вот в том формате в котором делали таком и будем работать в формате по поводу любых других вот этих вещей просто в личку пишите и можно созвониться да пообщаться. Никаких проблем особых нет, но это свои планы я рассказал. Денис, влияет в регистрации на Амазон на будущие продажи? Не понимаю вопроса. Да, Александр, абсолютно согласен, не зарегистрируешься, не сможешь продавать. Денис, так, Вадим, Денис, только подключился. Правильно ли? Понимаю, что предлагается проводить, а тогда я приватлайбл, сколько стоит? А, еще раз говорю, нет, нет, я вообще просто это вот видос подытожили. Год, мы этим год занимались. На данный момент наши планы, посмотрите, раз видос, это именно запустить масштабный проект по обучению, качественный, с тем, чтобы мы меньше на это все-таки тратили время. Было это дешевле, но не подло качество. То есть, в принципе, год, год прошел не просто так, огромный набрали опыта, никого в жизни никого не обучали. Вот, в принципе, понятны вопросы, понятно, что людям надо. Вот, обязательно нужно личное общение, передача личного опыта, это однозначно. просто в ограниченных промежутках времени, потому что основная масса не напрягает вообще. Но есть, бывают такие ситуации, когда все это не спланировано, хочется от балагана просто перейти к какому-то более профессиональному подходу. со всеми теми преимуществами, которые были. Любые вопросы по всем этим моментам, просто в любом случае пишите мне в личку, да и все, можно пообщаться. Олег Денис, здравствуйте, на сколько дней назад записал товар, Amazon дал оставить товар, один, оно это уже было. Так, ладно. Вроде все, ответил. Так, мне по поводу 200, давайте самое, в скайпе созвонимся, я вас просто отмечу и запишу в группу, а потом просто объявим, да и все. Потому что, мало ли, реально, чтобы меня где-то записывать просто было. Так, значит, Роман, рассматривали, вариант для продажных услуг по запуску продукта, например, до 50 осов и до 20 летков. Нет, я так не делаю, я, в основном, я уже это говорил, в принципе, запускного товара, как был, так и остался, это, я рассказывал, 500, 500, значит, если мы запрямим 500 штук, это 50 не верифай, 50 верифай, примерно, вот в такие, это, это примерная цифра, 50 не верифай, это железобетонно, то есть, я отдал денежку, и они с них делают, а 50 верифай, я точечно, точечно, точно распределяю, то есть, я психологически на эту цифру настроен. Тысячи, это 100, 100, так как я сейчас запускаю 2000, 3000, старт, это 100, 100, но я смотрю, что дальше. Проблема, не верифая, то, что мы сразу много сделать не можем, первая проблема, то есть, на данный момент, 3-5 в день, а то и там, по неделям ограничения, то есть, там целый геморрой, то есть, сотку, вот эту вот, ну, я прошлый раз сделал 50, залил за час, и меня забанили через неделю, на новом аккаунте, на старых, никаких проблем не было, ну, конечно, мы там извинились, нас вернули, как бы, все нормально, но ничего хорошего не было, вот, для этого мы делаем понемножку, вернулись к этому, до этого не было таких проблем, то есть, я на своем аккаунте, как бы, попал, и за это сразу, я говорю, все, что есть, я сразу всегда рассказываю, никогда в жизни, никому не посоветую, сделать по-другому, а не получается, сейчас мы делаем не верифай, понемножку, то есть, время растянется, второй момент, по верифай, здесь все зависит от того, сколько вы найдете людей, которые смогут вытекнуть ваш товар, потому что с этим тоже сложности, из-за этого 100-100, психологическими закладываем цифры в затраты, но, надо к этому подготавливаться, вот я и говорю, с этим и проблема, когда я запускал 5, 6, 7 товаров, 700 выкупов сделать было сложно, практически невозможно, да, вот Илья специалист по ФГМ, он как раз Россию отправлял на Амазон, вот, так что в любом случае, он в этом отношении имеет опыт, так, Олег, насколько эффективен поток трафика из, не понимаю, что такое, мобапов, я не знаю, что такое, у нас есть партнеры по выкупу, я в принципе, скину сейчас ссылку в этот самый инструмент, в описании группы, есть таблица инструментов, которые, я считаю, есть, большой объем информации, полезная, я ее делал для себя, когда вот группу делал, собирал контент, как бы здесь, Mobile Application, я не знаю, я не специалист, не знаю, что это такое, вот, так что есть таблица инструментов, есть раздел услуги, там есть ребята, которые проверены, давно работают, но есть моменты, первый момент связан с тем, что, например, этот товар популярен, его уже сто раз раздавали, и у вас его не возьмут, даже если он крутой, даже если он интересный, и дорогой, и так далее, может быть, он неинтересен покупателям, и так далее, и так далее, и так далее, то есть сложности много, заставить мы не можем, мы живые люди, это не роботы, это не алгоритмы, и так далее, ну вот, то есть сложности много, реально, вот, из-за этого я затрудняюсь высказать, я с ними сотрудничаю, то есть работаем, вот, если есть ребята, кто может по верифаю, давайте попробуем, посотрудничаем, и будем также вас советовать, то есть, если у вас есть какие-то возможности, серых способов у нас, я не знаю, по крайней мере, те люди, с которыми я работаю, говорят, что это живые люди, вот, они реально их покупают, они являются, в основном сейчас, жителями Америки, потому что раньше на Украину отправляли, когда была модно каста, но потом, вот, беда, как так, Евгений, как быть с выкупом, если товар достаточно дорогой, от 100 долларов и выше, ну, здесь уже говорили, склейка, и BEM тоже выход, делается, фейковые выкупы, но здесь уже, еще раз говорю, стратегия для каждого товара по-разному, если вы входите в такой товар, то гипотетически, вы должны рассчитывать, на свой бюджет по запуску товара, при любом расставе, ну, то есть, других вариантов нет, и мы ничего здесь делать не можем, то есть, мы просто уже рассматриваем, что делать, как делать, 100 долларов в товарах считается, как бы, что отзыв намного меньше, там намного проще, вот, но в любом случае, в основном на такие товары, мои знакомые, когда не было склейки, делали тупо, не верифай выкупы, и все, и голову сильно избивали, сейчас есть еще не верифай, плюс клейка, тоже нормальный вариант, и голову не сбивайте вообще, то есть, закрыли вопрос по верифаям, и по не верифаям, так, что там народ, безумно замерз, что ли, какой он бы здесь есть вообще, да нет, это все время, да вообще ужас какой-то, мучаюсь, мучаюсь, хочу собрать, пообщаться, я могу, ты самим, у меня же глаза болят, да, престижайся, и так понятно, спасибо, Денис, да понятно, но вы там раскачать, расскажите, как у вас год прошел, то есть, расскажите свой опыт, в любом случае, не отзыв обо мне, не отзыв о группе, а именно свой личный опыт, вообще, что сделали, что получилось, что не получилось, почему не получилось, ну окей, давай я сразу расскажу, запустил товар, в середине сентября, пока приехал товар, у меня был сезонный товар, пока приехал товар на Amazon, цены начали идти вниз, начался демпинг, почему у тебя приехал товар в конце сезона, как так получилось, и расскажи вот этот момент. Много времени, когда я выбрал товар, в принципе, посмотрел, что товар сезонный, и подумал, что я успею с ним зайти на Amazon, заработать небольшой капитал, чтобы потом выбрать другой товар, либо дальше продолжать жить с этим товаром, но момент производства товара, плюс его инспекция, плюс доставка, я это с момента немножко не рассчитал, и товар... Доставка морем или самолетом? Самолетом была. Довольно-таки все четко прошло, мне понравилось работать с ребятами из Unreal China, они мне делали и инспекцию товара, кстати, вообще класс, с ними этих вопросов. Товар зашел на Amazon, стартанул, в принципе, хорошо, немного прощелкал момент, когда мне прилетели в течение двух секунд две единицы, здесь нужно было быстро перекрывать верифаями, плюс опускать эти отзывы вниз, кстати, на тот момент не было группы по минусовке и плюсовке отзывов, вот, и у меня продажи просили, продажи просили с... Я уже вышел тут на 20-20 продаж в день, и продажи просили где-то до 5-7, и, в принципе, это такая точка уже невозврата, когда постепенно начал скатываться все ниже, 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 но, кроме этого, прилетело предупреждение от Amazon, о том, что я купил патент на этот товар, но в этом списке асинов, один из этих асинов был мой, вот в этом всем списке асинов, который пришел от Amazon, я посмотрел, что постепенно начали исчезать эти асины из Amazon, но я нашел этих ребят на других листингах, они продолжали продавать, я так понял, что это был один из серых методов борьбы с конкурентами, грубо говоря, чувак взял, пожаловался на то, что он является обладателем патента, Amazon остальным чувакам прислал, что ребята пошли вон с этим товаром из Amazon, я забил, я просто начал, ну, я просто, точнее, продолжил продавать этот товар, никак не реагировал, вот, Amazon меня не заблочил, я продал весь свой товар. Какие планы на сейчас? А, по результату что, да, по результату я, в принципе, вышел в ноль, это с обучением, с продвижением, какие планы? Сейчас нахожусь в выборе товара, товара, в принципе, товар уже выбрал, сэмплы заказаны, жду, ну, вот, все планирую запускаться в январе вместе с партнером. Ну, вот, технологии есть, знания есть, все есть, все понимание есть, правильно? Просто уже нюансы. Есть, да, конечно же, нюансы, и, кстати, вот есть полезность группы в том, что, хоть я состою в группах на Facebook, идти в разных, и черпаешь информацию с разных сообщений, все равно, многие нюансы нужно услышать от других участников сообщества, мне понравится. Да, согласен. Как всегда, напомню, складывайте информацию по PPC, даже если вы не пользуетесь приложениями, то раз в два месяца собирайте репорты, хотя бы Excel-файлики, они потом в конце года вам вообще помогут. В чем расскажи? Ну, я расскажу еще раз примеры того, как там написал человек с полгодовалой историей, в его блоге просто все репорты, очень два человека уже у меня было таких. Один пришел непосредственно с бумажными репортами, как я их называю, скачанные файлы с прошлого сентября, а второй подключился к PPC-School, никогда туда не закатывал, просто стоялся, ПPC-School параллельно работал и собирал инфу. В итоге я забанил порядка 5000 негативов сразу, то есть я перебрал всю информацию за полтора года, где-то там не в МВД. 5000 негативов сработало так, что окозы упали с 70-60% до 25-30%. Конечно, этому очень не поспособствовал дикапы, так или иначе конверсия улучшилась. Но дальше мы продолжаем работать и реклама работает не выше, чем 30% окоз. То есть когда у вас есть статистика за большой период и вы там не очень работали с рекламой, вы не очень занимались там вязанием негативов, игранием ставками, в итоге через год вы получаете полную статистику по своему товару по ключевикам, которые продали или не продали. И там в зависимости от ситуации есть стратегия, когда вы выбираете все продавшие запросы и работаете исключительно с экзактом. Ни каких бродов, ни каких проездов, вам достаточно 600 запросов, которые у вас продавали в течение года. Весь остальной трэш вы просто оставляете за бортом. Автомат можно продолжить крутить дальше. И он продолжает продавать только у осинов и находятся новые запросы, которые можно переводить в экзак. миллионеров, которые целый год могут позволить не работать с PPC, я не знаю, под 70% набрать статистику, если статистика, значит, он и продавал там немало. Конечно, мне кажется, это... стоит резать это все почаще. Некоторые сейчас каждый день тебе проверяют. Сергей, мы с тобой говорили по этому поводу, надо сначала людей научить. Не тому, что научить, а дать технологию. У меня, например, такой стратегии нет. Я понимаю, почему надо достаточно долго, но можно спокойно научить базе принципиальном понимании, то есть делать несколько всяких интенсивов и всего остального, не делать курс. Да, то есть разный уровень, то есть уровень новичка, уровень человека, у которого, я не знаю, там бюджетом в день 500 баксов и уровень людей, которых там тысячи, три, пять в день уходит на рекламу. То есть разному уровню людям нужна различная информация. Согласись? Ну, не совсем. Ну, вот я говорю, я могу ошибаться, я тебя из-за этого и спрашиваю. Чисто в плане одинаковая, ее можно использовать как для новичка, у которого там 20 долларов в день расходов. Ну, если у него нет статистики, вот 20 долларов, он, 20 долларов, а у него все скликали, нет продаж. И что? Какая технология? Нет статистики. Да, нет статистики. Мы же говорим, если у него у того, у того, у того, там статистика, то да, нет статистики, нет информации, нет, почему принять решение, опорных точек нет. Отчего мы отталкиваемся? Я тебе говорю, что таких людей не так много будет, я не знаю, тракфеллеры какие. Я тут, е-мое, там через день сидишь, я думаю, блин, что-то я часто захожу. Потому что у меня говорю, и разобраться надо. Вот, кстати, я хотел сейчас спросить. Смотри, опять-таки, статистика, ты хоть через день заходишь, ты смотришь свой релевантный запрос, и ты его не банишь. Ты его раз не банишь, два не банишь. Его не банишь два месяца, потому что ты все рассчитываешь, что он принесет тебе продажу. А потом, когда ты берешь статистику уже за там это слово на церемонии продает. Я понял. Смотри, у меня какие моменты технические. Первый момент. Для себя я определил, что выгрузка, информация обнуляется вот это вот, когда по неделям, а что, в субботу, а в воскресенье утром. Правильно? Да. А, это, это у нас говорит о мануале, а в автомате, когда это, вот почему PPC Tools по вторникам выгрузку делает? То же самое по вторникам тоже происходит. Потому что делает недельный отчёт. Он many of them делает с понедельника по воскресенье. То есть понедельник включительно, воскресенье включительно. То есть это независимо от Амазона, это зависит от этой программы конкретно? Да. То есть он с понедельника по воскресенье, а выгружается на во вторник, грубо говоря, с утра. Просто у нас мы заточены работать именно понедельно. Да, мы не можем... Ну да, я понял. Ну это неинтересно, как бы, когда вот тебя с понедельника В Ту, как вторая программа называется? Ситуз, не знаю, как часто они загружают. Надо бы тоже разобраться. Я с ним списывался, он сказал, что там много изменений. Мы с ним планируем в ближайшее время загрузить в сети аккаунты. Начну я ее тестирую, посмотрим, что там получится. Можем вместе, да? Да, да, можем. Да, посмотрим. Я закончил свою мысль. в итоге вот использовал статистику уже на своем аккаунте за целый год я пошел на шаг под названием масс-бан я провел я забанил все что не приносило либо неважно релевантно нерелевантно все ушло в негативы я для этого расчистил уровень от группы чтобы можно было потом вернуться к этим банам пусть я все-таки без разбора это дело пересмотреть что я забавно что нет ну это технический момент в общем итог по сравнению с прошлым годом мы в три раза снизили расход на рекламу где-то с ну в 30 тысяч мы оставляем сейчас расходов было 30 35 тысяч в прошлом году в этом году где-то наверно 22 25 но ситуация в том что доход на оборот вырос в два раза в три раза меньше на рекламу в два раза выше оборот это то что можно сделать заход имея большое количество данных отлично есть к чему стремится да просто я вот наблюдаю картинка да люди начинают работать с рекламой да кто-то у меня даже пошел какое-то обучение посмотрели послушали а вася слушает доезд в итоге я заглядываю там пока он краем глаза ты чего не вырезаешь у тебя там запрос совершенно нерелевантны и продаешь молотки а по факту показываешься в тракторах зачем ну да да может кто-то подъезжает ну начинается вопрос почему люди так безответственно относятся к рекламе так понял пошли вопросы будут у меня смотрю так что это еще как быть в этом месте товар достаточно понятно так значит может объяснить двух слов штак и склейка склейка это добавление чужих вариаций для увеличения ваших отзывов есть есть где записываться на что в один если записываться по поводу от моего предложения по группе это записывать мне пишите просто в личку да и все что такое верифай не верифай верифай это просто у вас купили товар и покупатель написал вам отзыв как правило в процентах 99 и он становится верифаем не верифай отзыв по правилам амазона человек купивший товар на 50 долларов насколько я помню может написать отзыв на любой товар вне зависимости покупал он у вас не покупал то есть он имеет меньше вес но как бы имеет место быть на компания unreal china то же самое есть таблицы инструментов я уже за меня ответил может объяснить двух слов что такое склейка уже сказал из а когда вы стартовать будете а ну вот сейчас я вчера разговаривал по этому поводу как раз после нашего лайва договорились сейчас я все плагины перезапущу потому что те продажи которые мы сделали одни плагины у нас соответственно с ними проблем была с другими другая проблема была вот те продажи которые есть они неплохие новый год как бы мы прошли денег заработали вот есть на что крутиться вертеться принципе я считаю январь-февраль такая хорошая пора когда перезапуск сделать сливанием денег потому что продаж особо нет почему бы и нет сейчас у многих будут проблемы будут аута стоки и там всякая такая бодягами мы посмотрим вот я хочу склейку в январе как раз сейчас короче набирают именно как он мне сказал набирается это отзывы который приклеивать мы посмотрим мне интересно ну да вот он несколько а у меня проблем почему я их запускаю потому что я уже три раза перезапускал два раза в аут его 3 у меня был такой так старым на троечку мы споткнулись не верифая мы споткнулись мы не смогли столько верифая забить мы заливали верифая не туда потом я второй аккаунт запускал верифая все как бы неплохо но там нас на три дня забанили то есть ну вот эти все потом по крайней мере вот под новый год октябрь-ноябрь мне не понравился запуск то есть запуск всех товаров достаточно такое не не айс так скажем есть гипотетически то есть логические умозаключения что все хорошие продажи просто их сломать сложно летом запал замечательно все зашло вот то есть просто замечательно были офигенные продажи все было супер то в зиму ну были просто продажи то есть не больше не меньше из-за этого сейчас мне принципе их раздавать уже по большому счету некуда то есть если даже и смогу то это будет супер эконом варианта у меня на данный момент их 5 скаю 5 скаю принципе в идею по идее у меня еще есть как минимум ну мы 5 максимум то есть модели вообще которых у меня даже которых на рынке нет еще который есть на рынке нет на рынке которые по любому интересно рынку то есть как вот любой человек например заходит вниз то есть я примерно еще спиток спокойно можно могу запустить то есть если эта тема заработает я как прям сразу могу еще туда вкинуть но естественно по деньгам вопросы и по производству и расширить ассортимент так стать что-то часа на этом ты буду шнурок привязался ну вот сейчас на данный момент уже не привяжусь а так следующий раз придется на нет у меня нигде в квартире шнурка по в одном месте только в детской помните когда квартиру делал не знал что интернет интернетом будет пользоваться не пользовался все время интернет вообще на школьный стол привязал то пусть а сейчас у меня два роутера дома стоит то есть меня два разных интернет я не знаю толку никакого так склейка это не verify правильно нет склейка это все что склейки находится если там это берется вариация на эту вариацию были сделаны verify не verify отзывы соответственно вам прилепятся все verify не verify отзывы с отрицательной и положительной ну то есть естественно будут брать с рейтингом высоким но в любом случае таким какой тариф за склейку на самом деле сейчас только verify будут ну там verify короче они они будут выбирать именно вот эти вот дженерики типа которые подходят для всех универсальной и более-менее так прямо правильно вот она как раз мой помощник по услугам по любым обращайтесь к ней по поводу обучения пока мы еще сама ничего не делали то есть пап пока ко мне обращайтесь потому что вообще непонятно что там как будет это будем двигаться дальше по всем любым услугам обращайтесь к ней вот она есть в таблице инструментов но если что я дам мань можешь в этот самый в чат кинуть то есть все любые технические вопросы по любым вообще вот все что на амазоне есть пишите пишите мы ответим по этим услугам то есть можем и сделать нет процентов 90 можем то есть вот все что есть все проходит или параллельно с нами или через нас тем или иным способом вот но но есть моменты просто который мы не чисто не занимаемся потому что мы в первую очередь занимаемся не тем что требуется нам как я уже говорил для собственного продвижения своих товаров то есть мы узко за точно в этом по тарифу к не то есть у нее там все тарифы она там раскладывает показывает потому что услуг на самом деле большое количество и она посоветует лучше вам что можно сделать с минимальными затратами после неудачных экспериментов с пеписи умерли автоматические компании повышая ставку только 0 как как оживить но это вообще евгений это такой момент пеписи не пеписи сложно сказать бывает проще все удалить и заново запустить но есть специалисты которые занимаются пеписи да и я могу точно вам сказать голословно сказать нельзя надо анализировать какая вообще история почему так произошло что происходит товаром и все остальное так вопрос есть или заканчиваем ну мы отложили сейчас я с ним разговаривал с александр просто смысл сейчас январь практически на носу надо уже готовить к новому году отдыхать продаж нет каких-то таких сверх моя задача одна это убить моих этих дроп шиперов любимых конкурентов и все остальное то что добить там их надо выкинуть из потому что они мне крови попортили жестко в принципе все в январе как первый лайф наверное один из первых лайвов с ним проведем и по купонам как раз будем уже людей собирать он мне принципе показывал какой тип отчетов надо ему просто тупо собрать людей да даже мне кажется нашей группы будет достаточно но в любом случае и отсюда можно людей взять просто отчеты 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 там же отчеты не по продажам ничего просто по людям вот наберем и тогда у нас будет тот же самый зонглас вера линч и будем к нему работать те люди которые дадут данные получат просто на будущее скидки все так есть возможность зарегистрироваться на мазоне с российского и с украинского аккаунта с какого лучше начать с украинского чтобы не платить мдс но если в этом отношении там есть могут быть какие-то другие сложности но вот сейчас на данный момент я также сегодня как раз украинского аккаунт скидка купона если где-то будет делать просто не счастлива процентов скидку купона следи с александр разговаривал я сейчас хотели как раз по этому поводу часть лайва провести на тему сбора информации просто посчитали с ним что люди не готовы сейчас к праздникам готовится вот а так это да будем делать с начала года то есть не знаю там там подготовить какие-нибудь там объяснения как это сделать будем собирать информацию вот потому что это однозначно надо делать вот на данный момент купоны нормально работают можно ими пользоваться можно пользоваться на самом деле и бесплат нет просто смотреть согласен 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 в любом случае в любом случае могу что сказать до 3 октября того года я по купонам раздавал огромное количество не платил никаким компаниям никаким сервисом просто заходил в группу и людям отдавал свои товары за бесплатно неправильно делал потом делал за цент пока продавал уже потом делал за доллар потом уже доходила у меня цена уже до себестоимости то есть там ну может не 50 процентов скидка на там 60 вот так и нормально люди покупали реально я потом думаю ё-моё чё я дурак столько времени терял а мог спокойно по нормальным ценам раздавать в этих сервис так что раздавать можно бесплатно набирайте группы не знаю как сейчас это работает просто прошел уже год как там все происходит не знаю могу сказать одно что на данный момент почему купоны вернулись потому что год вообще ими не пользовались и сейчас до сих пор не пользуюсь но я общаюсь со многими людьми у них прорабатывает срабатывает и неплохо так что можно по этому поводу просто пообщаться кто недавно это делал та же схема вихрей это же те же самые купоны просто немножко я так понимаю в другом формате в другом объеме и так далее вот так что все вот эти вот наши ну я понял я понял я говорил то есть ну ревью не получаешь ревью не получаешь товар но в любом случае продвижение есть и то что тебе кладут в корзину ну смотри короче какая тема раньше раньше тема нормально все работает нормально все продвигается мы инстаграмм тестировали да да все нормально работает просто нужно правильно таргетировать да много всяких моментов да да уже уже это все равно это все работает просто вихряне просто это обзывает на какой-то вихрь это просто один из инструментов льешь рекламу на storefront у нас в смысле делаешь рекламу в инстаграме либо фейсбуке а в фейсбуке есть механизм с купонами там сразу купоны раздаются туда и загружать можно можно амазоновский но и грамме нет поэтому делаем лендинг там виде какого-нибудь сервиса зонтой и уже откуда там делаем ссылку на storefront и грубо говоря люди там забирают эти купоны но они там покупают правильно они берут товары закупала какая скидка у тебя средняя в основном или скидкой какая скидка писали на рекламе в инстаграме от 10 до 90 процентов но фактически говорили что у нас ну там один товар с такой большой скидкой а все остальное человек даже получает 10 процентов скидку но опять же мне дорогой товар для него это деньги там 10-15 долларов а если это не дорогой товар ну делать просто больше скидки ну вот я и за это говорю так что ситуация меняется постоянно и скидка 50 60 процентов 40 и так далее это нормальный продаж для амазона он получает в любом случае полную свою фи просто это раньше не работало амазон постоянно все меняет и очень долго купоны отваливались потом пошли индусы потом пошло соответственно выкупы сейчас я слышу очень активно про купоны не просто так вот значит работает значит все норм так что движемся продвижение через мать работает и да да дасер падает точно в сар падает точно серьезно бессар падает в любом случае тут уже все зависит от того, как вот сейчас человек писал про BSR и про конверсию. Здесь уже все зависит от того, что как сильно повлияет этот BSR непосредственно на продвижение. Я затрудняюсь что-либо в этом отношении сказать, у меня ни на одном аккаунте нету Lighting Deal, вообще нам не предлагают и все. А по той ссылке, которую можно заказать Lighting Deal, она тоже у нас почему-то не срабатывает. Ну вот у меня появился Lighting Deal с 25 по 31 декабря, не знаю, наверное закончились продажи, но я все равно заказал, он там 300 долларов стоил за эту неделю, не знаю, посмотрим какие результаты. Да, в первую очередь надо, чтобы прайм-тайм время было, обязательно надо смотреть, чтобы вечернее время по Америке было. И может лучше январь был бы, потому что конец декабря. Да, кстати январь был дешевле намного, там на два раза дешевле, 150 долларов, 150 в неделю стоило, да. Человеку посылки вчера заказали, получилось, я сам обалдел, я думал это фигня. А мы посылки по этой сколько раз пытались, нифига не получается. Может быть опять заработало? Тут все что угодно. Может быть, либо от товара зависит, от Миши. Да, этот Амазон, его реально предсказать нереально, это просто вообще пипец. Вот, из-за этого я говорю, купоны не работали, заработали, через месяц мы сейчас разберем свой этот, сделаем Вера Линч, и он опять у нас не будет работать. Запросто. Вообще запросто. Но в любом случае надо базу клиентскую объединять, собирать и фигачить по ней. Никаких проблем нет. Потому что многие, я вижу, вот я этим занимаюсь всего-навсего два года, но слышал, что было до этого от людей. Вот, и сейчас вижу, что очень часто бывает инструменты просто умирают и потом возвращаются. То есть, Амазон где-то открутил, закрутил гайки, где-то раскрутил и люди опять нашли какие-то дырки и по ним фигачат. Ну вот, потому что мы же в первую очередь заточены и на черные, серые какие-то методы. Мы же хотим цивилизовать и построить нормальный бизнес. А для этого надо действительно уметь собирать эту базу клиентскую. Это что значит? А, вот как раз Саша расскажет. Которые когда-либо что-то покупали? Да, да. Саша как раз расскажет. Там на Амазоне есть выгрузка. Я ему дал уже, кстати, по-своему одному из товаров, чтобы он мне сделал запуск по вот этим внешнему трафику. И в Амазоне есть там определенные отчеты с покупателями, которые он там как-то трансформирует и получает там в Фейсбуке, он их ищет. Я не знаю. То есть он расскажет, я думаю, более подробно. Вот. Я потому что ему дал. Я вам вкратце могу сказать. То есть, как скрывать эти кодированные мейлы, да? Если вкратце, ну во-первых, есть сервис, который мы смотрели и Денис его смотрел, возможно по нему дадим позже информацию, ZonePages, он достаточно удобный, он сразу делает стыковку аудитории, то есть он выгружает покупателей из наших аккаунтов и сразу же их вгружает в Фейсбук. Вот это один вариант. Вот. Потом есть сервисы типа ManageByStats, которые даже на Триале, там две недели Триал бесплатный, вы просто выгружаете свою базу бесплатно. Вот. Потом что еще там можно сделать? Еще можно, у этой базы не будет телефонов и имейлов реальных, потому что Амазон их скрывает. За дополнительную денежку на тех же сервисах можно состыковать. То есть этот сервис подберет вам, вот например, ну вот выгрузил он 100 человек, да? Вот где-то на 30-40% от 100 человек он реально подбирает телефон и имейл. Вот это будет еще лучше целевая аудитория, да? А не каких-то там сотня Джонов, а конкретно Джон с такой-то улицей и с таким-то номером телефона либо имейл. Вот, и уже на вот это уже таргетировать, сами понимаете, гораздо круче. Потому что это уже целевая аудитория, которая покупала вот данный товар, либо смежный товар, там очень много гибких настроек. Саша просто, как я понял, он прям фейсбуком очень сильно заморочился, вот, я это больше по инстаграму как-то знаю. Это все примерно... То есть это будет имейл-рассылка потом на этих клиентов, да? Именно так. Да, у них потом можно имейл-рассылки делать, воронки закручивать, там много чего можно делать, при желании. А за какой период эту базу можно будет вытянуть с Амазонии? За весь период. За весь период, да? Сколько торговали, он на все выкачивает, в течение суток, по-моему, может быть даже меньше. Я имею в виду не за последние два месяца, там или три месяца, на базе границы, да, то есть в Амазоне за весь период, сколько я существую. Да, да. Ну вот я год торгую, за год не выкачиваю. Можно даже за пять лет, то есть за два месяца выкачиваете. То есть PPC два месяца ограничения, а это нет ограничений, да? Нет ограничений на ордер PPC два месяца. Ну, отлично, это очень интересная акция, например. Не то слово. Вот развиваем все эти направления. Так что потихонечку, потихонечку. Через год, надеюсь, вот будем все с сайтами своими. У кого результаты больше нагнали трафика на сайт. Ну, не знаю. В прошлом году я реально в это же, ну, не в это, а в феврале, в январе планировал в Европу зайти. Прям реально. Думал, март, апрель, все, в Европе уже. И чем дальше я иду, тем меньше, тем дальше я от Европы. А на Австралию не думал заходить, вроде там тоже развиваться сейчас. Ну, просто, да нет, нет. Пока надо сделать одно хорошо, чем десять, непонятно как. Это же все трудозатраты и время. Там другие будут проблемы, другие сертификаты, другие знания. Опять же, у кого спросить, то есть все знать невозможно. Значит, опять время, надо что-то читать. Ну, смысл какой? Ну, пока надо сделать одно дело, а потом уже двигаться дальше. Я не согласись, вот опять же разные стратегии могут быть и через год может получиться, что ты посмотришь, блин, ну, тик его знает, да, 10 или 15 аккаунтов и 30-40 товаров. Да, да. Да, и ты опять руки не идут до внешнего. Согласен, согласен. Идешь туда, где… Это реально… Это реально такая более длинная история. Вот как ни крути, вот заниматься вот рекламой и внешним трафиком. То есть, потенциал Амазона, он настолько хороший, да, что… Ну, непонятно. Илёк, знаете, что могу сказать? Многие, кто из Америки, кого я консультирую, они говорят, ты что, дурак что? Что ты все лезешь? Все про этот внешний трафик. Тут народ, говорит, мелким сайтам не доверяет. И все они ломятся в Амазон. А у тебя, говорит, здесь получается, и ты все на какой-то внешний трафик запарил уже. Ну да. Вот. То есть, я прямо разговариваю, то есть, он мне постоянно об этом говорит. Так я же и не говорю. Я же внешний трафик хочу использовать для интеграции всего вместе. Понимаешь? То есть, сложная схема, сложная, усложненная. Чтобы я запускал товар, и я понимал, что у меня есть инструмент такой, 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 такой. Так. Вот я запускаю какую-то такую финдифлюшку, такую, я не знаю, крутую, которая, там, для, там, я не знаю, там, тетек, там, в спортзалах. Думаю, Инстаграм, наверное, пойдет. Или, там, для дизайна домой, там, Пинтерес, там, я не знаю. Вот. Дома, например, какое-то украшение для дома. Человек ко мне приходит, я хочу розетками, например, торговать электрическими, там, или умным домом. Я думаю, нифига, Пинтерес, наверное, подойдет. И Фейсбук, наверное, если мы зайдем, там, в эти группы, там, туда. То есть, и когда у меня будет, я просто обучаюсь, я просто кайфую от той информации, которую я получаю, и постепенно я обучаюсь, сам обучаюсь, сам обучаюсь. Деньги, развитие 129 аккаунтов – это круто, это интересно, очень важно, и это, ну, в принципе, что мы делаем. Но есть как-то две души, понимаешь? Это и саморазвитие. И саморазвитие, если это качественно к этому идти, можно дальше продвинуться, можно дальше. В идеале собрать команду из спецов, которые… Вот ты Инстаграм закроешь, например, там, Саша, Фейсбук, я там закрыл, там, запуск, там, кто-то выбор товара, кто-то переговоры, там, в Китае живет. То есть, вот команда уже пять человек. Мы там сделали-сделали какой-то капитал, на свои места наняли людей, двигаемся следующим проектом, понимаете? То есть, ну, это просто об этом он говорит, ты сам себя настраиваешь. Знаешь, как я вот это повторяю, 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 я начинаю в это верить. Вот из этой истории. То есть, я себя настраиваю, себя настраиваю, куда я пойду потом. То есть, я сижу самовнушением занимаюсь. А на самом деле, как ты говоришь, действительно, там, еще 16 аккаунтов открою на всех своих родственников, друзей и так далее. Я все это оптимизирую и буду там, я не знаю, в жарких странах просто тупо бамбу курить, как мне некоторые говорят. Говорят, что ты все лезешь? Что ты все это? Сиди, что ты спокойно. Вот сейчас надо вот это, вот это, вот это сделаем. Вообще работать не надо будет никогда больше. Вот. Из-за этого я не знаю. Я просто, я работаю в удовольствие. Вот. Пока мне это еще не надоело. Не знаю, когда мне это надоест. Вот. То есть, я пытаюсь, единственное, на данный момент, я освобождать себе время, чтобы было чем другим заняться, вот именно развитием вот этим. Потому что, если я начинаю зашиваться в рутине, естественно, мне ни на какие эти 10 уже времени нет. Вот. Я, соответственно, потихонечку именно набираю людей, которые мне это спокойно закрывают эти вопросы, и вопросов в принципе нет. Вот. Сейчас мы тоже обучение хотим цивилизовать. Те же запуски товаров хотим цивилизовать. То есть, все как-то в структуру такую выстраивать, потихонечку выстраивать. А то, что мы сейчас говорим о внешнем трафике, это связано уже с какими-то нормальными амбициями любого человека там построить бренд. Не зря же мы в привате встретились, понимаешь? Я не знаю дроп, дроп, блин, там своя, совершенно другая тема. Они меня бесят просто пипецко с этим вот этими. Что бы там ни было, но вот чувак взял, подделал мой товар, представляешь, он его произвел и привез на АФБ. Единственное, он почему-то все время отцепляется ночью. Ну, как я могу дропом относиться? Да никак я не могу относиться. Вот. Вот. Но это именно профессионально. К людям я нормально отношусь. Я понимаю, чем они занимаются, как они делают, но реально это крысятничество. Другого условия нет. Они могут сказать, да вы там какую-то фигню наклеили. Так наклей, иди продвинь свой это самое. Че, я еще мешаю, что? Я не понимаю логики Амазона, честно могу сказать и вот не могу понять. Потому что вся вот эта дропшиперская херня, это жесткая, подъебон и все. Просто, просто подделка под тех, подлазит под тех, кто просто создал бренд и наваривается на высокой марже. Все. А они, соответственно, находят эту подделку или сами подделывают, просто пихают туда, где есть разница. Все. То есть бизнес беспонтовый абсолютно. То есть цели, цели и смысла я в нем не вижу. То есть вполне возможно ошибаюсь, не спорю. Вот. Из-за этого я бы гасил бы просто там, кувалды бил бы, ё-моё. То есть и чем дальше, тем больше и с удовольствием буду это делать. Че бы мне кто не говорил, ё-моё. Как бы это там не было и че бы там это не было. Ну вот так. Из-за этого я туда и не пошел. Че бы мне там, может быть там меньше денег надо вкладывать, может там структура другая или еще что-то, но мне это так. Но есть, я понимаю, и грамотные дропшиперы, которые занимаются совсем другим бизнесом. Я говорю про тех, которые просто торгуют там, я не знаю, наушниками биц там с ИБЭ, блин. Или там эрбёцами там и вот этими, знаешь, там чехлами для айфонов там всякой вот этой херотенью. Ну вот, ну мне вот мой товар взяли, привезли, я им торгую два месяца всего. Два, блин, даже двух месяцев мне торгуют. Мне всего пришло два платежа, короче. Уже хайджек получается просто, если подделывают товар. Нет, вот просто посчитайте. Я думаю, что они берут брендовый товар. Я тебе говорю, вот мой товар, мой товар лично, я про себя говорю, я не говорю про бренды, там и своя история. Многие бренды не разрешают торговать свои товары на Амазоне, потому что, понимаете, там идёт сплошная подделка. И убивай их, не убивай. Амазон это делает для того, чтобы... Амазон, мы понимаем. Амазону надо, чтобы у них были дешёвые цены. Если у них будут дорогие цены или там невыгодные по сравнению с конкурентами, они умрут. Они, естественно, это так, так скажем. Мы всё это понимаем. Я, по крайней мере, я думаю так, что всё это такая специфика, я думаю, потому что убрать вот эту вот шваль, которая не занимается ничем путёвым, она просто берёт, под качественный продукт, подсовывает свой некачественный, от которого потом все страдают. Вот и всё. Потом его ловят. Бывает и качественный, я не спорю. Но очень часто и некачественный. Их то прижмут, то отпустят, то прижмут, то отпустят. Я не понимаю, зачем это делать. Я говорю про свой товар. Мне пришло всего два платежа. Два платежа, то есть месяц. Товар даже полутора месяцев нет. Так и 10 дней назад пришёл мой товар на Амазон. Бестселлером он стал, я не знаю. Ну блин, ну месяц назад. Да какой месяц? Недели четыре назад. Когда он успел его подделать? Я не помню никак. Ну и мы проверили его, пришла другая упаковка. То есть в любом случае они, это не мой производитель. Ну я не знаю просто. У меня слов нет. То есть это просто за две недели. Я не знаю. Я его производить так не успеваю, как они подделывают. То есть это просто вообще капец. Да, да. Товар у меня абсолютно простой. Я не спорю. То есть его, соответственно, просто упаковку подделай, которую они не смогли подделать и продаваю. Из-за этого негатива как бы на мой товар нет. А у многих, я знаю, есть негатив, потому что эти товарищи, они подсовывают. А уж там называется он хейджекер или дропшипер, мне разницы нет. Вот. Главное, я хочу понять смысловую нагрузку, для чего это делает Амазон. Вот. Потому что я понимаю, что они отличаются типа от eBay, чтобы у них был одинарный лейсинг. Но, ё-моё, мы все торгуем разными товарами, гипотетически. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Кто-то вот пользуется, как я там, десятками способов, кто-то двумя, а кто-то двадцатью способами. А кто-то чернухой пользуется. Вот. Из-за этого кто лучше, кто хитрее и умнее, тот и побеждает. А здесь просто какая-то гнида под себя подлезла. И тот, кто правил игры, то же самое сейчас я в группе, начну там что-то химичить. Там, я не знаю, что-то какие-то там гадости людям писать, какие-то делать. Так же и они. Они ничего полезного не делают. И покупатели получают говнотовар чаще всего от этих товарищей. Американцы не знают. Единственный способ от этого избавиться, это только зарегистрировать бренд. Да, да. Ну это, смотри. Ну поставил я на регистрацию. Ну через там год она у меня будет. У меня одна марка там месяца три уже. Одна меньше. Самый быстрый способ это год, да, получается? Ну, как бы, вроде я слышал, что за полгода вроде сделал. Я не знаю. Я Саше отдал, что он сможет, он все сделает. Но у меня других вариантов нет. Вот, что-то там тыркаться, пыркаться. То есть вот это очень длинный способ. А если это реально контакты, кто делает трейд-марки, чтобы выставить? Да не бывает такого. Это же не коммерческая организация, это государственная. Я от всех слышу 9-12 месяцев. А по стоимости как? О, ничего не могу сказать. 675 долларов, что-то там 275 это госпошлина. Соответственно там 300 или 400 долларов работы, подготовка документов. Там есть несколько вариантов. 275, что-то 215, по-моему 225 и что-то 400 долларов госпошлина. То есть вот мы выбираем среднюю госпошлину, за нее платим. А все остальное за документы. То есть я еще могу сказать. Вот недавно там Лев рассказывал 3 недели назад, что торговую марку нельзя, не надо и так далее. Все, вот на днях мы с ним как раз вот неделю общаемся. Все, Амазон поменял алгоритм. Сейчас торговая марка очень нужная вещь. И в принципе, если у кого-то есть торговые марки, я бы рассмотрел вопрос купить. Вот, ну просто все зависит от группы, под группы там и так далее. То есть кто бросил например, кто там не торгует и так далее. По крайней мере можно продать какие-то деньги вернуть. имейте в виду, может кто-то у вас есть знакомый. Так что, моментов много. Я говорю, все меняется. И что будет через год никто не знает. По поводу того, что планы, это вот саморазвитие реально. Внешний трафик, это может быть какая-то глупая мечта, неправильная, потому что я в этом не специалист. Но если будет возможность там попробовать, я буду пробовать. Это точно. Так, какие еще вопросы по домам, я думаю. Я хотела еще спросить Аллах. Да. Я хотела спросить, а вот если у меня товар, для моего товара недоступна вариация вообще, то для меня и склейка недоступна тоже? Да ну нет, почему нет. Ну надо понимать. Склейка есть по вашему товару, а есть не по вашему товару. Вот и все. Из-за этого, конечно, красиво, когда к вам относится. Это первый момент. Второй момент. По поводу дженерика. Вам будут приклеивать склейки. Классный товар. На пять звезд. Обалденный товар. Просто товар. Какой товар? То есть он подойдет универсальный ко всем. Не забивайте даже голову в этом отношении. Хорошо. А если я хочу, например, приклеить те товары, которые мои же и вышли в аутостоп. Тоже можно, никаких проблем нет. И вот ее тоже нужно делать со стороннего аккаунта. Нет, это можно, вы сами можете делать, если умеете. И это тоже так же, как через вариации. Да, да. Просто parent делаете и вариации подцепляете. Я думаю, вам тут… В том-то и дело, что у меня такой товар, где parent вообще нет и вариации нет. Ну, тогда надо к вот этим специалистам. Понятно. Я просто не специалист технических моментов вот этих вот программных, как работает Amazon, все вот эти файлы и так далее, и так далее. Не подскажу. Но то, что есть в разных категориях разные моменты, как вчера рассказывали, что именно в спорте все в parent оказывается. То есть у всех там осин одинаковый, а во всех остальных категориях осины во всех вариациях разные. Я это даже не знал. То есть мы видели, что по-разному бывает, когда осин один, а бывает, когда осины разные у вариаций. Из-за этого вот как бы вроде типа это в спорте. Ну, опять же, я не проверял, мне без разницы. Сказали, сказали. Здесь надо просто, да, обратиться, пускай посмотрят технически, насколько это возможно. Может под категорию надо перевести просто-напросто. Главный товар. Да и все. Спасибо. Еще товары, вопросы. Все тогда на сегодня, думаю, достаточно, а этот год тоже достаточно. Хотел поздравить всех с наступающим. Удачи, здоровья, крепких нервов, чтобы у нас все получилось и нам за это ничего не было. Все, всем пока. Пока всем. Пока. Счастливо. Пока-пока. До свидания.